В геологии есть золотое правило. Нефть формируется только в осадочных породах. Но месторождение «Белый тигр» во Вьетнаме его нарушает. Там углеводороды были найдены в кристаллическом граните, а не в песчаниках или известняках. Гранит — это вулканическая порода, не имеющая органических остатков. Как там оказалась нефть? По одной версии, она просочилась сверху через трещины. Но если это миграция, то откуда началось движение, и почему таких мест больше, чем одна аномалия? Похожие случаи зафиксированы в Индии, Бразилии, Китае и даже в России. Глубокие разломы, трещины в земной корее, вулканические купола все чаще попадают в поле зрения геологов, как возможные проводники нефти. Эти наблюдения подрывают абсолютную уверенность в том, что нефть — исключительно продукт разложения биологических остатков. Если ее можно найти в породах, где нет признаков жизни, возможно, есть второй источник. Пока научное большинство держится за биогенную теорию, но исключения множатся. И, как известно, исключения не подтверждают правила. Они его ставят под сомнение. Это и стало причиной крупнейшего эксперимента в Швеции. Бурение в никуда В середине 80-х годов в Швеции, в районе Сельянского кратера, начался амбициозный проект. Ученые решили проверить, можно ли найти нефть там, где не было жизни. Кратер возник миллионы лет назад в результате удара метеорита и вскрыл глубокие кристаллические породы. Это казалось идеальным местом для проверки абиогенной гипотезы. Скважину пробурили почти на 4 мили. В нее вложили миллионы долларов, ожидания были высоки. И действительно, следы углеводородов нашли. Но их было слишком мало. Ни одного промышленного месторождения не обнаружили. Скептики заявили, что нефть просочилась из более высоких осадочных горизонтов. Сторонники абиогенеза утверждали, что сам факт ее наличия в граните уже победа. Спор не утихает до сих пор. Эксперимент остался открытым вопросом. Он показал, что нефть можно найти в неожиданных местах. Но этого мало, чтобы переписать учебники. Для науки важны повторяемость и масштабы. Однако сам факт бурения в кристаллический фундамент стал переломным. Он обозначил начало нового взгляда на глубины планеты. И чем глубже мы бурим, тем больше странностей обнаруживаем. Слишком глубоко. На некоторых месторождениях бурение уходит на глубину до 6 миль. Один из таких примеров — скважины в Мексиканском заливе. Там нефть залегает под полутора милями воды и несколькими милями пород. Возникает парадокс. При температуре более 400 градусов по Фаренгейту органика должна разлагаться, превращаясь в газ или разрушаясь вовсе. Однако скважины дают нефть, жидкую, пригодную для переработки. Как такое возможно? Биогенная теория объясняет это миграцией. Нефть могла образоваться выше, а потом утечь вглубь по трещинам. Но при этом нигде не найдено промежуточных скоплений. И как нефть могла сохраниться под таким давлением и температурой? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. Сторонники абиогенной гипотезы видят в таких глубинных месторождениях свой аргумент. Они считают, что углеводороды могли синтезироваться в мантии и по трещинам попасть в пористые зоны. Эти глубины плохо изучены. Каждый новый пласт — загадка. Порой геологи находят там и метан, и нефть, и вовсе неожиданные соединения. Все это заставляет по-новому взглянуть на недра Земли и усомниться в простых объяснениях. Теория, которой верил Менделеев-Демокс. Дмитрий Менделеев, создатель периодической таблицы, еще в XIX веке предположил, нефть может формироваться не только из органики. Он считал, что вода, проникая глубоко в земные недра, вступает в реакцию с карбидами металлов. Эти соединения железа и углерода при высоком давлении и температуре способны выделять углеводороды. Эту гипотезу позже подхватили и развили геохимики. В лабораториях действительно удалось синтезировать нефть из неорганических веществ. Однако доказать, что такой процесс происходит в природе, оказалось непросто. В пользу теории Менделеева говорят и данные из вулканологии. В газах, выходящих из жерл, регулярно обнаруживают метан и другие углеводороды. Но большинство ученых считает, что этих объемов недостаточно для образования крупных месторождений. Главный вопрос. Где доказательства? Пока они ограничиваются лабораторными экспериментами и редкими геологическими аномалиями. Однако сторонники теории уверены, нефть из глубин возможна. Особенно если учесть, что на других планетах и спутниках найден природный метан. А значит углеводороды не уникальное свойство земной биосферы. Улики, оставленные жизнью. В каждом барреле нефти химическая память о жизни. Ученые находят в нефти биомаркеры. Молекулы, которые могут образоваться только в живых организмах. Это фрагменты хлорофила, липидов, стеренов и других сложных веществ. Они сохраняются на протяжении миллионов лет. Эти соединения неоспоримые улики. Они говорят, нефть связана с жизнью. Более того, почти все крупные месторождения найдены в осадочных породах. В слоях сформированных из ила, песка и останков живых существ. В этих слоях встречаются окаменелости морских организмов. Микроскопические раковины, даже древние водоросли. Все это подтверждает биогенную модель. По ней органика, захороненная под слоем ила, превращается сначала в кероген. Твердое вещество. А затем под действием температуры и давления в нефть. Эти процессы можно воспроизвести в лаборатории. Именно наличие биомаркеров делает биогенную теорию самой признанной. Но даже она не может объяснить все. Некоторые месторождения содержат нефть без привычных маркеров. А изотопный анализ иногда показывает странные отклонения. Это не опровергает биогенез, но указывает, в этой истории могут быть главы, которые мы пока не прочитали. Как мертвое стало нефтью? Процесс превращения останков живых существ в нефть называется катагенез. Все начинается с планктона, микроводорослей и простейших организмов, которые миллионами оседают на дно мелководных морей. Их захоронение под слоем ила прекращает доступ кислорода, останавливает разложение и позволяет органике сохраниться. Слои накапливаются тысячелетиями. Под давлением верхних отложений и при температуре от 200 до 400 градусов по Фаренгейту начинается преобразование органики в кероген. Плотное вещество, состоящее из углеродов и водорода. Кероген — это не жидкость, а микроскопическая смесь, своего рода углеводородный замес. С течением миллионов лет при дальнейшем нагревании кероген распадается на более простые молекулы. Появляется нефть и газ. Этот переход и есть катагенез. Если рядом имеются пористые коллекторы, песчаники или известняки, углеводороды мигрируют в них, скапливаются и образуют залежи. Но без герметичного верхнего слоя они могут уйти и просочиться вверх и исчезнуть. Поэтому для нефти нужны не только миллионы лет, но и геологически редкое сочетание условий — органика, давление, тепло, пористость и изоляция. Это объясняет, почему нефть находится лишь в отдельных зонах. Миграция под землей Нефть не сидит на месте. После образования в глубинных породах она начинает миграцию. Движение под давлением Причина проста. В результате катагенеза из одного объема керогена получается гораздо больший объем нефти и газа. Давление возрастает, и углеводороды начинают искать путь наружу. Первичная миграция — это процесс выхода из плотной материнской породы в соседние, более пористые. Обычно это песчаники или карбонатные породы с микротрещинами и порами. Если такая порода проницаема и не перекрыта сверху, нефть поднимается дальше. Вторичная миграция — это движение по коллектору. Но чтобы нефть не утекла, сверху нужна герметичная крышка, глинистые или соляные отложения, не пропускающие жидкости. Если все совпало, нефть скапливается в ловушке в замкнутом объеме. Это и есть месторождение. Но в большинстве случаев нефть не находит таких условий. Она продолжает подниматься, пока не попадет на поверхность, испарится или разрушится. Поэтому геологи бурят никуда попало, а строго по расчетам ловушек в природе крайне мало. Именно миграция и формирует промышленные запасы. Без нее нефть осталась бы глубоко под землей, недоступной и бесполезной. Почему нефть здесь, а не там? Почему на планете одни регионы изобилуют нефтью, а другие пусты? Все решает геология. Самые богатые месторождения находятся в районах бывших мелководных морей, где за миллионы лет накопились толстые слои органического ила. Ближний Восток, Сибирь, Север Африки, Венесуэла — все эти зоны были древними осадочными бассейнами. Там происходило интенсивное отмирание планктона, быстрое захоронение органики, а затем преобразование в нефть. Но этого мало. Нужны были условия, чтобы нефть могла мигрировать и сохраниться. Пористые породы, ловушки, изолирующие слои. Где-то они сформировались, а где-то нет. В Скандинавии, например, континентальный щит состоит из старых кристаллических пород. Там не было условий для накопления органики и образования керогена. Точно так же в горах, где осадочные породы отсутствуют или разрушены, нефть не формируется. Геологи делят планету на нефтегазоностные провинции. Участки, где сочетаются все необходимые факторы. Научные карты показывают, что нефть сосредоточена вдоль границ древних морей, в зонах тектонических прогибов. В других местах ее просто нет. И искать там пустая трата времени и средств. Когда нефть не восполняется, многие задаются вопросом, почему нефть не пополняется. Если под землей до сих пор продолжается образование углеводородов, может ли месторождение восстановиться? Ответ – нет. По крайней мере, не в обозримом будущем. Процесс формирования нефти занимает десятки миллионов лет. То, что мы добываем сегодня – результат древней геологической истории. Никакое месторождение не регенерирует за десятилетия или века. Есть заблуждение, что в некоторых скважинах нефть появляется заново. Но это не образование новой нефти, а внутренняя миграция. Флюиды перераспределяются внутри коллектора. Такие явления были зафиксированы, но всегда оказывались остаточными перемещениями. Кроме того, современная разработка месторождений включает технологии, позволяющие выжать нефть до последней капли. Используют давление воды, газа, пара, химические реагенты. Но это не замена, а усиление извлечения. Геологоразведка показывает – крупные запасы истощаются. Новые месторождения все труднее открывать. Их глубина и сложность растут, а легкой нефти становится все меньше. Поэтому нефть остается невосполнимым ресурсом, и надежды на ее самопополнение – не более чем красивая иллюзия. Кто виноват, теория или мы? Несмотря на десятки лет исследований, ни одна теория не объясняет происхождение нефти полностью. Биогенная модель уверенно описывает большинство месторождений. Органика, кероген, катагенез, миграция, ловушка – все работает. Но при этом остаются глубинные аномалии, случаи нефти в кристаллических породах и странные соотношения изотопов. Эти факты не опровергают теорию, но показывают ее границы. А биогенная теория предлагает альтернативу – химический синтез в мантии, углеводороды из карбидов и водорода, перемещение по трещинам. Это объясняет отдельные случаи. Но у нее другая проблема – масштаб. Пока нет доказательств, что такие процессы могут создать гигантские скопления. Возможно, обе теории работают одновременно. Часть нефти – продукт жизни, часть – глубинных реакций. Но наука требует не только гипотез, а доказательств. И пока их нет, остается неопределенность. Мы ограничены инструментами. Большая часть Земли недоступна для прямых исследований. И именно поэтому, несмотря на сотни книг и буровых вышек, главный вопрос остается открытым. Откуда на самом деле берется нефть, загадка, над которой продолжают ломать копья даже лучшие умы? Глубокая химия. Один из ключей к пониманию происхождения нефти – изотопный анализ. Каждый элемент, включая углерод, имеет несколько изотопов – разновидностей с разной массой. Живые организмы предпочитают легкий углерод-12, а более тяжелый углерод-13 используется в меньшей степени. Поэтому вещества, сформированные живыми организмами, имеют характерную подпись – повышенное содержание углерода-12. Большинство образцов нефти по всему миру эту подпись демонстрируют, что подтверждает биогенное происхождение. Однако изредка обнаруживаются образцы с изотопным соотношением, выбивающимся из общей картины. Это заставляет ученых задуматься. Возможно, часть углеводородов была сформирована в условиях, отличных от тех, что связаны с жизнью. В лабораторных условиях обиогенное формирование углеводородов, возможно, и приводит к отличающемуся изотопному балансу. Кроме того, в некоторых вулканических выбросах находят углеводороды с признаками неорганического происхождения. Это не отменяет биогенную теорию, но говорит о возможной двойственной природе нефти. Химия глубин все еще не до конца изучена, и каждый новый анализ может изменить наше понимание. Метан с других планет Когда мы изучаем происхождение нефти на Земле, на помощь неожиданно приходит астрономия. На спутнике Сатурна, Титане, астрономы обнаружили целые моря метана и этана. Эти углеводороды не могли появиться там из органических останков, ведь на Титане нет жизни. В атмосфере Урана и Нептуна также присутствуют углеводороды, а на кометах находят следы простейших органических соединений. Все эти открытия указывают, химия углеводородов универсальна и может происходить вне участия живых организмов. Некоторые ученые предполагают, что в мантии Земли под колоссальным давлением и температурой происходят реакции между водой и карбидами металлов, приводящие к образованию метана. Этот метан может подниматься через трещины в коре, трансформироваться, образуя более сложные соединения. Подтверждением служат газы, выходящие из глубинных вулканов, особенно в зонах субдукции. Иногда они содержат углеводороды в местах, где нет никаких признаков осадочных пород. Это не опровергает биогенную теорию, но показывает, природа углеводородов может быть шире, чем мы считали. Возможно, часть нефти на Земле – это результат глубинной геохимии, аналогичной внеземным процессам. Тайна почти раскрыта. Споры о происхождении нефти продолжаются уже более ста лет. Биогенная теория остается основной. Она подтверждается данными бурения, химическим анализом, наличием биомаркеров, окаменелостей и структурой осадочных пород. Большинство известных месторождений хорошо вписываются в эту модель. Однако с каждым десятилетием накапливаются аномалии. Нефть в гранитах, в зонах глубже 6 миль, в местах без следов органики. Эти факты подпитывают интерес к биогенной гипотезе. Она не отрицает биогенное происхождение основной массы нефти, но утверждает, что часть углеводородов может быть результатом неорганических процессов в недрах Земли. Возможно, обе теории не противоречат друг другу, а дополняют. Жизнь и геохимия могли идти параллельными путями. Сегодня мы на пороге новых открытий. С развитием технологий глубокого бурения, спутниковой геофизики и химического анализа человечество приближается к ответу. Но даже если полная картина пока не сложилась, одно очевидно — нефть не просто жидкость из глубин. Это зеркало геологической истории планеты. И, возможно, одна из последних великих тайн, которую наука еще только учится расшифровывать.